Здравствуйте, дорогие товарищи! Здравствуйте, дорогие товарищи! Занятие размещено на сайте Фонда Рабочей Академии, в газете «Народная правда», по-моему, на сайте РКРП также. Сегодня первое занятие открывает доктор философских наук, профессор Попов Михаил Васильевич. Тема занятия – «Диалектика капитала Маркса». Дорогие товарищи, в советской литературе экономической и философской немало было книг с таким названием «Диалектика капитала Маркса», «Диалектика капитала Маркса» и так далее. Но я могу засвидетельствовать, как специалист в этой области, что на самом деле есть единственная книга, которая на самом деле говорит о «Диалектике в капитале Маркса». Единственная книга – это книга заслуженного деятеля науки, профессора нашего университета, ныне покойного, Смирнова Игоря Константиновича, которая называется «Метод исследования экономического закона движения капитализма в капитале Карла Маркса». Он начал изучать науку логики Гегеля после того, как он уже стал доктором, профессором, читал лекции в университете для студентов по политической экономии капитализма и социализма, и основательно изучил науку логики, и после этого написал книгу, которая вышла в издательстве нашего университета, Ленинградского государственного университета, и которая сейчас стала прямо-таки библиографической редкостью. Меня кто-то только не брал, мой экземпляр пока и отдал, он не вернулся. Вот, но товарищ Мазур снова сделал с нее PDF-оттиск, и я думаю, что надо будет повесить на сайтах наших, на всех, поскольку единственная книга, и книга очень глубокая и хорошее руководство, которое выходит за пределы того, что я сегодня скажу, потому что у нас сегодня один час, а книга эта большая, серьезная. Половина книги посвящена диалектике Гегеля, исходя из того, что если вы хотите вполне понять капитал Маркса, исходя из того, что Маркс руководствовался философией, соответствующей диалектике Гегеля, если вы хотите понять его выражение и его метод, то, конечно, нужно это предварить изучением науку логики. Хотя, из опыта того же самого Смирнова и из опыта других, ясно, что не обязательно начинать с науки логики Гегеля, просто когда человек изучает и науку логики, он постигает глубже капитал Маркса, который, конечно, понятен, понятен, и без диалектики Гегеля, потому что, как говорил Ленин, капитал – это настольная книга каждого сознательного рабочего. Сказать, что каждый сознательный рабочий изучил науку логики, я думаю, это неправильно будет. Поэтому иногда вот цитируют, как всегда, не задумываясь, и с ошибками говорят, что вот нельзя понять капитала Маркса, не про что дёргутся и логики Гегеля. Нет, нельзя вполне понять капитала Маркса, написано, нельзя вполне понять. А понять можно, конечно. Почему не понять такую вещь? Так вот, в чём находит выражение диалектический метод? Ну, для этого надо вспомнить, как у Гегеля, и, соответственно, как у Маркса определяется метод. Метод – это осознание формы внутреннего самодвижения содержания исследованного предмета. Осознание формы внутреннего самодвижения содержания. Вот я на этом остановлюсь, потому что это, так сказать, звучит непопулярно весьма. Я бы сказал так, кому её скажи, так скажут, ну вы там чем занимаетесь, и пойдут мимо. Значит, понятно, что метод, и об этом говорил Гегель специально, он не может быть отдельным от самого содержания. Какое содержание – такой метод. Каждому содержанию нужен свой метод. Методы в одной области хороши, а в другой области они не годятся. Методы, так сказать, такие, которые нужны, там, скажем, при забивании гвоздей, требуют других инструментов, чем микроскоп. Хотя, в принципе, микроскопом, конечно, можно попытаться забивать гвозди, и даже некоторые будут успех, но не к лучшей доле микроскопа. То есть, нельзя вообще отрывать метод исследования от, собственно, содержания. Потому что вам приходится двигаться, руководствоваться содержанием, если вы хотите освоить, так сказать, это содержание, и представить его в логической форме. Вот с этой точки зрения, какое содержание надо взять – мёртвое или живое? Живое. Все понимают, что если мы что-то живое хотим взять и исследовать, значит, надо и брать его как живое. Поэтому говорится вот в этой фразе о самодвижении, содержании. То есть, не такое, что я его толкнул, но пошёл. Если я толкаю туда, куда мне хочется, то это не самодвижение, это внешний толчок. Поэтому надо говорить о том, какое внутреннее движение есть, содержание. Это раз. Но это внутреннее движение есть, если мы не осознаем, если мы не выразим в категориях, в понятиях это внутреннее самодвижение, мы ничего не получим. Поэтому вот и получается такая формула – осознание формы внутреннего самодвижения содержания. То есть, надо сначала освоиться содержанием, поэтому иногда, как люди подходят к какому-то новому материалу, читают, разбираются, собираются, какие-то сведения. То есть, надо сначала с материалом освоиться, потом увидеть там противоречия, увидеть, на чём построено самодвижение, а потом попытаться вот это противоречивое содержание выразить в понятиях. Вот это и будет метод. Отсюда следует, что вот такие попытки, которые делали, так сказать, плохие философы и плохие политкономы, когда берут и говорят, товар – это вот бытие, деньги – это сущность, капиталы – это действительные и так далее. То есть, наклеивать диалектические ярлычки на соответствующие категории просто капитала Маркса, они не понимают, что каждый новый предмет требует своего движения содержания. И поэтому другая форма движения будет. Не будет такого вот совпадения с тем, как это построено в науке логики Гегеля. То есть, будет некое сходство, будет известная триодичность, будет выведение из более простых категорий, более сложных, обязательно. Но категории будут разные, и двигаться это будет, если у Гегеля это двигается как бы и категория из категории, и это можно трактовать хоть идеалистически, хоть материалистически, то, скажем, если речь идет о политэкономии, если речь идет о развитии общественно-экономической формации, то надо каждый раз искать разрешение того противоречия, которое сформулировано где? В практической, в исторической, экономической жизни. И вот мы нашли это разрешение, а потом снова можем, так сказать, на теоретическом уровне рассматривать, куда оно развивается, и как это подкрепляется данными истории. И в этом смысле логический путь, он это путь, исправленный исторически. То есть, в истории бывают движения вперед, и вспять, и вбок, а когда вы даете, так сказать, научное изложение, соответствующее движение формации, то вы берете исправленный, очищенный от этих, так сказать, попятных шагов, и поэтому противопоставлять исторический способ исследования и логический, в принципе, нельзя. Логический, да просто очищенный исторический. Вот и все. Вот, если мы таким образом посмотрим на капитал Маркса, то мы увидим такое вот сложное произведение из трех больших томов. Некоторые говорят про четвертый том капитала Маркса. И так это распространено. И вроде удобно. Четвертый том капитала – это так называемая теория прибавочной стоимости. Я их все три прочитал и свидетельствую, что это никакой не четвертый том капитала. Вот эти три томика теории прибавочной стоимости – это предварительные работы. Это Маркс читал работы предшествующих ему политэкономов. И не просто читал, а делал такие зарисовки, конспекты и больше даже рецензии, так сказать, с оценочного характера, критический анализ предшествующих экономических теорий. То есть вот эти самые теории прибавочной стоимости – это, как бы, скажем, можно сказать, нулевой том капитала. То есть прежде чем начать строить свою систему, нужно было освоить предшествующий и соответствующий материал. Вот этот материал и был освоен теорией прибавочной стоимости, которую написал Маркс. Три тома – вот это, собственно, капитал. Прежде чем появились эти три тома, и прежде чем Марксу удалось добиться вот этого отражения, самодвижения, содержания, было написано две огромных рукописи. Экономическо-философские рукописи 1958-1959 годов, 1963-1964 годов. И это огромные рукописи, не разбитые ни на какие тома, в которых очень много ценных всяких мыслей, в том числе и определений. Например, определение производства, уже в капитале я его не нашел. А вот в этих рукописях есть определение производства. И другие очень ценные всякие соображения, мысли. И в этом смысле это отличает лабораторию Маркса от лаборатории Ленина. Ленин, так сказать, уже базировался на такой прочной марксистской основе, на работах Маркса и Энгельса, и он мог составить планки, по нему пойти и сразу сделать. А Маркс сначала писал, так сказать, что получится. А потом, раз написал огромное произведение, два написал. И они как любили оставлять это грызущие кризиси мышей, не оставляли ничего. Я даже посмотрел, поскольку мне приходится сейчас преподавать немецкую идеологию, видно было, там даже фотографии есть, страницы, где действительно мыши погрызли. Это не просто такое выражение, на самом деле, валялась эта рукопись, немецкая идеология, ее преподают в Санкт-Петербургском государственном университете культурологам. И причем не я один, еще и целый ряд профессоров преподает в разных местах, и это такое важное дело. После этого Маркс составил план, и когда он составлял план, вот тут он и говорит, я теперь перечитал снова науку логики, и особенно первую главу перестроил, в соответствии с тем, как это делается в логике, хотя на самом деле, вся его работа, капитал, она, конечно, предполагает опору и знания науке логики, и предполагает опору на диалекцию. Ну, во-первых, как вот такие крупные произведения, как их можно освоить простому человеку? Я, например, вижу свою задачу в том, как это вот, рассказать, как это можно охватить в голове, задержать. Всего три тома. Первый том, производство капитала. Производство капитала. Потом мы отрицаем это производство, потому что производство ведется не для того, чтобы только производить, а потом надо, ведь производство идет капитала, это производство товара. С товара все начинается, производится товар, если товар превращается в деньги, то он не перестает быть товаром, потому что деньги – это просто особый товар-эквивалент. То есть развитие товара идет, и производство этого товара. Производство капитала. Дальше, том 2, это обращение капитала. То есть, все то, что относится к торговле, все, что относится к доведению товара, до того, кто на него предъявил спрос, то есть, все проблемы рынка, или вот все то, что могло бы называться рынком, вот все это относится к тому второму. Второй том, это о рынке. Когда сегодня говорят, давайте пойдем на рынок, это какие-то безграмотные люди, потому что если вы идете на рынок, вы уходите из производства, не занимаетесь производством, давайте, как раньше писали, все ушли на фронт, все закрыто учреждения, давайте закроем заводы и пойдем на рынок, будем распродавать Россию. А что мы будем еще продавать, если у нас ничего нет, если у нас заводы будут закрываться, а рынок будет существовать, значит, то, что осталось, Россия большая страна, можно долго продавать, и продают, и на том живут довольно долго. Все это второй том капитала, все, что относится к торговле, все, чему надо научиться, для того, чтобы понимать смысл торговли, важность ее в этом процессе движения капитала, это второй том. И, наконец, третий том, это процесс капиталистического производства, взятый в целом, то есть надо взять и производство, и торговлю, и вообще весь этот процесс, непрерывный процесс, не разовый такой, произвели капитал, и ура, у нас приводочная стоимость. Нет, надо посмотреть, как она распределяется, потом как она перераспределяется, как она растекается, как потом, скажем, люди, которые не занимаются производительным трудом, получают материальные блага. И как вот это все движение опосредствуется деятельностью соответствующих рабочих или работников уже, поскольку там уже захватываются сферы и банков. И там, например, такое понятие, как клиринг есть, когда, значит, я вам должен 1200, вы мне должны 1000, давайте я вам 200 отдам и все. Нет, как вот было во времена Чубайса, нет, давайте, я вам 1200. Откуда я их возьму? Вы мне 1000, у вас тоже их нет. И вот мы застряли. Вот такие у нас процедуры были, то есть абсолютно безграмотные эти пришли, как вот говорили. Вот Гайдар, он экономист, но никакой не экономист, пустой человек, который таких пустых, простых вещей не понимает, который точно третий том «Капитал» не читал. Но он был заведующим экономическим отделом журнала «Коммунист» и экономическим отделом газеты «Правда». И дедушка у него был хороший человек, а других хороших качеств его не замечали. Значит, третий том «Капитала» и там, и там Маркс снимает те предпосылки, простейшие, которые позволяли высветить саму, так сказать, саму главную проблему капитализма и самую суть капитализма. А потом одеть это в являющиеся формы и показать действительное движение, потому что вы нигде на поверхности никакой прибалочной стоимости никогда не увидите капитализма. А что вы увидите? Прибыль. И прибыль – это категория третьего тома «Капитала», а слово «прибыль» в первом томе «Капитала» вы не найдете никогда. Или для того, чтобы обосновать, что при продаже всего по стоимости будет эксплуатация, в течение всего первого тома, того тома, который был издан при жизни Маркса, а второй и третий том, как известно, издавал Энгельс и, как говорится, испортил себе зрение на этом, поскольку там есть такие фотографии, это бедного Энгельса, весь такой замученный, в очках, и он там пытается все это дело довести до печати. Вот огромную работу проделал, и в этом смысле вполне может считаться, так сказать, автором «Капитала». Но он, тем не менее, там все свои ставки в фигурных скобочках делал, чтобы все видели, что Маркс написал, что Энгельс написал. И рецензию написал на «Капитал» Маркса, Энгельса, я о ней отдельно скажу, потому что это очень любопытная вещь с точки зрения той проблемы, которую мы обсуждаем. Так вот, если в первом томе «Капитала» предполагается, что все продается по стоимости, то эта предпосылка снимается в третьем томе, и, как выясняется, центром колебаний цен в действительности в реальной капиталистической экономике, не монополистической. Там идет рассмотрение не монополистического капитализма. Вот следующий шаг сделал Ленин в работе империализма как высшая стадия капитализма, когда результаты этой продолжающейся конкуренции рассмотрел, когда появились крупные монополии и, соответственно, монополистическое ведение крупных государств. Так вот, по какой цене продается? Что является центром колебаний цен в условиях реального капитализма свободной конкуренции? Центром колебаний цен является не стоимость, а цена производства, так называемая. Формула цены производства и сдержки производства плюс средняя прибыль. То есть, вот вся созданная сумма, созданная сумма товаров, сумма стоимости товаров, она распределяется таким образом, чтобы каждый капиталист, куда бы он ни вкладывал свой капитал, получил равную прибыль на равный капитал. В производство мяса, в производство нефти, в производство оружия, в производство сельскохозяйственных продуктов. В какую бы сферу он это ни вкладывал, перелив капитала осуществляется до тех пор, пока не уравновесится норма прибыли. Потому что, если зажим где-то более высокая норма прибыль, туда устремляется капитал. Люди продают, люди, я имею в виду предприниматели, капиталисты, продают свои фабрики, заводы, превращают в денежные средства и вкладывают туда, где большая прибыль. И туда капитал переваливается, переливается, и в итоге происходит там, даже зашкаливает, и прибыль там может снижаться. Тогда он перестает сюда перетекать, идет обратный процесс. То есть такое, конечно, вот такого устойчивого положения, совершенно прочного, что все прямо по цене производства продается, нет. Но общая формула цены, вокруг которой все колеблется, это издержки производства плюс средняя прибыль. Плюс средняя прибыль. Поэтому там вот очень хорошо видно братство капиталов. Все капиталисты братья. Потому что их не важно, куда вкладывать, если у вас есть деньги, у меня есть деньги, у вас есть деньги. Куда мы вкладываем, это нам абсолютно безразлично. И вы знаете, что у нас сейчас бывает. Он продал там мясное производство и занялся производством женского нижнего белья. Кто-то или иной капиталист. Потому что вот оно вот сейчас вот более оказалось выгодным. Или наоборот, продал это и занялся другим человеком. Поскольку третий том – это производство, это не просто производство, а это производство постоянно повторяющееся, воспроизводящееся. То есть там надо осветить вопросы воспроизводства и самого работника, и воспроизводства всех условий его жизни. И поэтому третий том – рассматривать и вопросы воспроизводства. Причем воспроизводство простое, когда идет поддержание производства в тех масштабах, которые есть постоянно, и расширенного. Нормальным является, конечно, расширенное воспроизводство. У нас в России капитализм в этом смысле ненормальный. Он не соответствует ни критерию самовозрастания капитала, самовозрастающей стоимости. Капитал – это самовозрастающая стоимость. А у нас самоубывающие. Или выкрываются заводы. Все больше и больше. Какие процветающие заводы знаем? Самые стременные и стважные заводы. Процветающих нет. Нет совсем. А когда речь идет о расширенном воспроизводстве, то объемы производства все нарастают, нарастают. И тогда капитализм выполняет, как говорил Маркс, и капиталисты выполняют тогда свою историческую функцию. Потому что единственное оправдание для капиталистов в том, что они все-таки, кроме функции эксплуататорской, реакционной, выполняют еще и важную историческую функцию – организацию производства и развитие производительных сил. Действительно, они развитие производительных сил не осуществляют, но они вообще не имеют никакого права на существование. Таков у нас в основном всякий российский, так называемый, капитал. И в чем секрет расширенного воспроизводства? Секрет очень простой. Маркс это понимает. И это всем очень просто объясняет в капитале, что происходит процесс накопления. Как он происходит? Очень просто. Получил капиталист прибыль. Часть этой прибыли отправляется на накопление. То есть на новую зарплату для новых рабочих и на новые средства производства. Конечно, передовые. И в итоге вот этого процесса появляются вот эти самые темпы роста, которые ждут и дождутся наши верхи. Их не совсем не дождутся, потому что они только что приняли решение, насколько твердо, насколько же поумные и безголовые, что мы вот ставку процента оставим на уровне 8%. То есть наш предприниматель-капиталист, который, как говорится, и эксплуататор, он и то, сего. Но он хоть что-то развивал. Но вот если он хочет развивать производство, то он за деньгами может пойти в Америку, там будет полтора процента ставка, по которой можно взять в долг. Но сейчас там что-то не особенное и дают в связи с санкциями. Он может пойти в Западную Европу, там где 2,5-3, и тоже сейчас не особенное дают. А наши говорят, раз у них там санкции, мы 8 будем держать. А в кризис, когда у нас был кризис, 13,25 было ставка рефинансирования. То есть это та ставка, по которой Центробанк дает кредиты коммерческим банкам. Напрямую получить по закону нашему, идиотскому, я бы сказал, по закону. Нельзя получить в Центробанке. Нельзя. Вот сначала он должен накормить эти банки, пусть они насосутся, и вот они под 8% берут, под 17, 18, 20 и более, и 22 отдают, и разницу кладут себе в карман. Спрашивается, кто из капиталистов, которым абсолютно все равно куда вкладывать, кто будет заниматься производством, когда можно просто пойти в Центробанк, взять наши с вами деньги под 8%, отдать в кредит, а потом через коллекторские фирмы выбивать долги из тех, кто не отдает. А кто не отдает, у них отнимать квартиры, и пусть прыгают с балконов, как и продвигаться, если есть в балконах, как мы знаем, поскольку они не могут заплатить никак. Вот такая картина. Вот все эти проблемы связаны и с видами финансовых инструментов и документов, которые тогда начинались, всякого рода. Все они разобраны именно в третьем томе капитала. А поскольку это все хозяйство ведется не на собственной земле, а на чужой, то тогда еще один вопрос решается в третьем томе капитала. Еще одно усложнение – это абсолютная рента. Или референциальная рента, которая связана с отличным плодородием почвы. То есть капиталисты должны отдавать еще и ренту землевладельцам. Если бы люди, которые являются капиталистами, или которые являются представителями буржуазного государства, и хотя бы почитали третий том капитала, они бы узнали то, что Марш доказал, что ликвидация абсолютной ренты, она уменьшает издержки производства, не надо расплачиваться землевладельцами. Государственная собственность на землю позволяет абсолютную ренту ликвидировать, и сразу издержки производства упадают, и обеспечивается более быстрое развитие капитализма. То есть для более быстрого развития капитализма нужна ликвидация абсолютной ренты. Кстати, в мире сейчас в одних странах есть государственная собственность, в других нет. третьих частично на землю на землю то есть скажем уж такого положения чтобы вот земля порты были вот негосударственные как у нас тоже частные но это совершенно немыслимое дело то есть наши эти вождей буржуазные они в своей ретивости пойти назад они заехали уже феодализм туда или так сказать такой худшие так сказать страницы капитализма первоначального который еще вот эту за проблему не решит встает отдельный вопрос о том а что вообще-то сделал макс вот игорь константинович смирнов своей книге эту тему очень фундаментально рассмотрел метод исследования экономического закона движения виталина капитально маркса у нас если спортишь что сделал марс что говорят он открыл так он прибавочный стоит во-первых маркс никогда не говорил про закон прибавочный союз вообще никогда и нигде он говорил о том что законом капитализма является производство прибавочной стоимости то спокойным устойчивым для капитализм является производство прибавочной стоимости. Не о законе прибавочной стоимости речь идет. Не прибавочной стоимости мы исследуем, а исследуем капитализм. И вот когда мы исследуем капитализм, то мы видим, что его законом является производство прибавочной стоимости. Это у Марса написано. Чёрным по белому. Нет. Если вы возьмете учебники советского времени, они в полном противоречии с капиталом. Явно потому, что они не понимают вообще эти диалектические логики этого движения, этого строя. Они пишут, вот закон прибавочной стоимости. Что это такое? Непонятно. То есть, что спокойнее в прибавочной стоимости надо искать? Что там такое спокойное, устойчивое искать в прибавочной стоимости? Это раз. Во-вторых, переводчики капитала, поскольку они тоже не читали никогда на ухо-логике, они такую вещь написали, что вот Маркс ставит своей целью, так перевели Маркса, что я, Маркс пишет, якобы в капитале ставить свою целью, открыть закон движения современного вне общества. Потом он его в первой главе открывает, и дальше это никчемные там продолжения первого тома, потом второй том, и третий том от ничего делать пишет. Какая-то ерунда. Тогда как немецкое слово «энхюлен» должно переводиться правильно. Не открыть, как его перевели переводчики капитала наши, в институте Маркса и Малине Непа, а раскрыть закон движения. А если раскрыть, значит, снять покрывало и раскрыть его во всем его богатстве, во всем проявлении. И вот Маркс его постепенно раскрывает, начиная с товара, производство товара, простая, случайная форма стоимости, потом всеобщая форма стоимости, потом эквивалентная форма стоимости, деньги, потом деньги, которые делают деньги, 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 штрих, самозрастающая стоимость, капитал, и пошли-пошли дальше, обращение капитала, и, наконец, процесс капиталистического производства, взятый в целое воспроизводство. То есть у Маркса в трех томах показано движение капитализма. Причем это и историческое, и логическое движение, которое освобождено от просто всяких случайностей, которые, так сказать, нам знания особенно не дают, и которые могут изучать историки, так сказать, в индивидуальном порядке. Что произошло, в какой стране, когда. Это же не страноведческая работа. Наоборот, Маркс почему на примере Англии брал? Потому что там наиболее ярко это раскрывалось для своего времени. Но, скажем, первоначальное накопление, как раз, там нетипичное. Ни в какой стране, кроме Англии, не сгоняли просто так крестьян, и не заселяли овцами. А, скажем, во Франции, в Германии, в России, шел этот процесс разложения феодального строя и возникновения капиталистических хозяйств, в том числе и у крестьян. И это у Ленина показано в работе развития капитализма России, том, третий, полного собрания сочинений. Встает вопрос, очень важный. Вот такой, который у нас все время подвигался, так сказать, рассмотрению и обсуждению. Давайте, говорит, пойдем на рынок. Ну, рынок это что такое? Это сфера обмена денег на товары, а товары на деньги. Сфера купли-продажи. То есть, люди, которые, говорят, пойдем на рынок, это говорят, не будем ничего больше производить, займемся только торговлей. Торгаши. Пекулянты всякого рода, торгаши. Как сейчас вот, идите на Форекс, пожалуйста, там. Вы, если, говорит, будете понижаться рубль, вы выиграете, если будет повышаться рубль, вы тоже выиграете. Чем они, призываете к чему? Спекуляцией заниматься. То есть, у этих капиталистов отобрать, потом у этих отобрать, перераспределение прибавочной стоимости. И все в карманы себе набивают. Ну, много не набьют, потихонечку надевают. Что такое рыночная экономика? Это какая-то глупость. Нет никакой рыночной экономики. Есть товарное хозяйство. Товарное хозяйство бывает простое, когда есть простые товаропроизводители, они производят своими средствами производства товара и друг с другом обмениваются. Вот с этого, собственно, начинается все. Это начало первого тома капитала. Товар, как элементарная клеточка. Причем товаром называется. Ни что попало. Если бы это было, что попало, то капитал нельзя было бы рассматривать, как книгу, в которой дается обоснование исторического материализма. Только материальное благо. Товар – это прежде всего, говорит Маркс, полезная вещь. Ни услуга, ни образовательная, ни медицинская, ни идея, в том числе, скажем, программа для компьютера или там научная идея. А именно – вещь. И дальше вот все. Если речь идет о стоимости товара и о движении стоимости, это движение стоимости исследуется на протяжении трех томов, это на протяжении трех томов исследуется, как двигаются материальные блага, та материальная основа, на которой стоит и развивается все общество. Вот это вот главная посылка исторического материализма, что общественный бытие определяет общественное сознание. Если вы границу между общественным бытием и общественным сознанием сотрете, не будете за этим следить, вы не сможете пользоваться вот этим самым могучим методом, который представляет собой применение диалекции как исследование общественных явлений, историческим материализмом. Спрашивается, а что является основным законом капитализма? Ну, у Маркса однозначно показано, что что лежит в основе капитализма? Вот берем товар, и движение стоимости приводит постепенно к тому, что появляется и прибавочная стоимость. Вот мы... В чем диалектика состоит капитала? Что там нет неподвижности, там идет поведение из одних категорий других. Сначала были простые товаропроизводители, а потом купили один товар, появился такой хороший, который сам способен производить стоимость. Таким товаром является... И это большое открытие Маркса, потому что он перед этим он писал о том, что продается труд, и это было... Непонятно тогда, как доказать эксплуатацию. Ну, труд продали, и вовремя заплатили, все. Ну, было одно, стало другое. Где тут эксплуатация? А вот, когда речь идет о продаже рабочей силы, то есть на время продается способность труду на 8 часов, то, купив эту рабочую силу, товар, вы в течение там короткого времени получаете, руководите купленной рабочей силой, вы ее обязываете делать все, что вам нужно. И в течение там двух-трех часов вы окупаете эту самую сумму, необходимую для воспроизводства работника и членов его семьи, которая называется стоимостью рабочей силы. А сейчас и по стоимости это не платят. Сейчас платят гораздо меньше. Мы считали, и знаем, что сейчас стоимость рабочей силы порядка 170 тысяч в месяц в Ленинграде, а платят, ну, 30 тысяч. Хорошо, если это сто. Средний. Средний. Так вот, есть такой замечательный товар, и все по стоимости. И все как бы по справедливости. А справедливость в товарном хозяйстве одна. Все должно по стоимости быть. Вот на это, это единственный критерий справедливости. Другого критерия справедливости, такого, который выделили потом марксисты, что справедливость в смысле уничтожения социального неравенства, потому что полного равенства ни по цвету глаз, ни по знаниям, ни по способностям не было, нет и не будет никогда. А вот равенство в смысле уничтожения классов, в том числе и различия между городом и деревней, людьми физического и умственного труда, оно, это движение к этому идет и будет идти. И придет. В конце концов. Поэтому, если вы посадили товар, и это доказывается в первом итоге, что капитал вырастет, капитал. То есть показывает маркс капитал, как из товара вырастает, капитал. Если вы занялись производством стоимости, то есть не то вам важно, что вы делаете, а то важно, что вы за это будете иметь, то вы придете, в конце концов, к производству прибавочной стоимости, потому что, конечно, лучше для большего производства прикупить рабочую силу, если у вас получилось, если вам повезло, если вы удачный. А сейчас у кого это не получается, тот неудачный, неуспешный. Я вот студенту спрашиваю, а корабль есть? Сейчас бы мы на Паневе ехали, я бы вам лекцию и читал. Нет корабля? Ну вот. А у Брамовича есть. И радиостанции нет, и что? И гадеты нет, и телевидения нет. Ну, что вы тогда пришли? Ну, тогда слушайте, что я скажу, придется нам здесь вот говорить. Встает вопрос, если в основе всего этого капиталистического хозяйства лежит вот эта продажа товара по стоимости, то вот основу всего дальнейшего развития составляет производство стоимости. А прибавочная стоимость, посмотрите внимательно на это выражение, это стоимость. Как красное яблоко это яблоко, как зеленое яблоко это яблоко, так прибавочная стоимость это стоимость. Поэтому основным законом, основным законом товарного хозяйства, в том числе и капиталистического хозяйства, пишет Энгельс, является, и об этом пишет и Маркс, является закон стоимости. Посадишь товар, получишь капитал. И этого наши товарищи не усвоили, поэтому не могли противостоять, очень многие противостоять вот этой волне, волне вот этого рыночного социализма, которая нахлынула нашу страну в 70-80-е годы. Хотя, я должен констатировать ради истины, что, как Горбачев не старался, не удалось собрать ни одну конференцию научную, экономиста, которая бы приняла решение, что нужно идти на рынок. люди, которые выступали против понимания социализма как товарного хозяйства, экономистов, их было очень много, это и Еремин, это и Мысенко, это и Долгов, это и... Сергеев, это и Сергеев, это и Покрытан из Одессы, это и Ярославль еще товарищ был, то есть, много-много, так сказать, экономистов очень, это и Хесин из МГУ, и Соголов, выступали очень по-боевому, и ни на одной конференции это не прошло, поэтому взяли этого проститутку, то есть, Абалкина, в качестве, вместо Адамбегяна, который тоже так вот запросто не делал то, что ему скажут, вместо Адамбегяна, и, так сказать, потащили это чисто политически, а не на основе решения какой-нибудь научной конференции, нет, то есть, в этом смысле, как не выламывали руки экономистам, советским, большинство, на каждой конференции выступало против этого, это факт, и это к чести вообще советской экономической науки, а что вы тогда делали, а как вы к этому относитесь, а вот тогда мы это и делали. Но что бывает вот с вульгаризаторами Маркса? Во-первых, вот то, что написано в Капитале, что вот он ставит свою цель и открыт прибавочную стоимость, открыл прибавочную стоимость, как известно, Адам Смит. А тогда выходит, вообще, Маркс тогда, если смотреть, вот так читать буквально, и так вот, как они перевели, Маркс просто взял открытие Адама Смита и пришел к себе. Ну, понятно, вот что он сделал, а что носится с ним, вот это, так сказать, и весь разговор. Самое интересное, что есть перевод рецензии, рецензии Энгельса на Капитал Маркса. рецензии Энгельса на Капитал Маркса переводили другие люди, и они перевели правильно. И там написано, что он там ставит, Маркс ставит свою целью, цитируется Капитал и переводится «Раскрыть закон движения современного мне общества». В Капитале «Открыть», а в рецензии Энгельса на Капитал Маркса правильно переводится «Раскрыть». То есть такая внутренняя борьба шла даже и в институте маршизма ленизма при ЦК и ПСС. И там были люди, которые, между прочим, разбирались и понимали, как надо правильно переводить. Но были и другие, которые делали, может быть, не намеренно по глупости своей, по темноте, а, может быть, и намеренно. Потому что у нас, так сказать, оказалось немало предателей социализма, врагов социализма. И когда вот раньше говорили, как может быть столько врагов социализма, что вы говорите? Так у нас большинство врагов социализма оказалось или не так? А из всей могучей партии 18,6 миллиона человек оказалось, что, так сказать, ну, если наберется несколько сот тысяч, которые не сдались и которые продолжали вести коммунистическую линию, это будет хорошо. И мы это очень твердо знаем. Поэтому, когда партия правящая, и что там в нем можно записывать ради карьеры, туда просто валом валили люди. А партмаксимума не было. Поэтому, так сказать, карьеристу была тьма в партии. То же самое с этим основным законом. Основной закон капитализма – закон прибавочной стоимости. Во-первых, законы прибавочной стоимости – это вообще какая-то глупость. Речь не идет о законах капитализма, способах производства, о законах капиталистической экономики. Это подменяется законом прибавочной стоимости. Маркс прямо пишет, что законом в капиталистической экономике является производство прибавочной стоимости. Это закономерно производство прибавочной стоимости. Это не случайность. Это сердцевина. Нет, пишут, что это закон прибавочной стоимости. Вот это надо все иметь в виду. И это, к сожалению, на самых разных этажах, в том числе, вы можете такие вещи найти даже в экономических проблемах социализма у Сталина. Вообще, надо сказать, таких каких-то крупных экономических работ у Сталина не было до этого времени. И так не бывает чудес в жизни, что человек, если он специально этим не занимался, он тут сразу может все проблемы решить в одной работе в связи с изданием учебника политэкономии. Поэтому, скажем, такая вещь, что закон стоимости может быть законом социализма, но это если иметь в виду понимание Маркса и Энгельса, что закон стоимости основной закон капитализма, что если вы засадите или посадите основной закон капитализма в социализм и дальше будете требовать естественно дать ему свободу, раз это закон надо дать свободу закона, так и требовали закону Это приведет к падению социализма. Поэтому, хотя о линии движения Сталин изобразил совершенно правильно, что надо идти от товарного к нетоварному. Если вы возьмете экономическую проблему социализма, там вот эта вот линия движения, вот он эту линию усвоил совершенно правильно, ее очень четко изложил. Хотя она тоже кончается, переход к продукту обмену, хотя от продукта обмена тоже начинается товарное потом производство. Сначала обмен, а производство для обмена это товарное производство. А должно кончаться кооперацией. А вот у маршера в «Капитале» показано, что с появлением капитализма, когда систематически начинается производство прибавительной стоимости, это производство всегда планомерное. То есть планомерность начинается уже с мануфактуры. Есть простая кооперация, когда рядом просто делают одно и то же. Я таблетку, вы таблетку, вы таблетку. А если я делаю ножку, а вы спинку, а третий ее красит, это уже мануфактура. А мануфактура это такая форма труда, при которой много лиц планомерно работает в одном или связанных между собой процессах производства. И эта планомерность проявляется, как только начинается машинное и фабричное производство, производство прибавочной стоимости. То есть производство на заводах всегда планомерное. Там всегда есть план, там никакого внутри обмена нет. Там идет движение от одной операции к другой. Потом появляются монополии. Тогда эта планомерность расширяется на огромные куски экономики. И, наконец, та тенденция, которую зафиксировал Ленин в империуме как высшая стадия капитализма, которая звучит примерно так, что единая капиталистическая монополия, к которой дело идет, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией, означала бы социализм. Почему такую книгу, которая называется «Капитал», считают книгой революционной и социалистической? Человек жил при капитализме, написал книгу «Капитал». Что-то такого. Ну, или Ленин написал, сидел в ссылке, написал «Развитие капитализма в России». Капитализм был, был. Он написал книгу. Почему книги революционные? Потому что в этих книгах проследуется тенденция развития, и показано, что разрешение тех противоречий, которые имеются в этом обществе, оно неизбежно ведет к тому, чтобы в целом стала кооперация, а обмен перестал быть главным отношением и исчез, так сказать, из экономики. И поэтому в примечании, Маркс пишет, Оуэн предполагает форму производства, диаметрально противоположную варному хозяйству. Диаметрально противоположную. То есть, это такое исследование капитала, которое с научной точностью говорит о том, что это общество беременно социализмом, и эти роды обязательно состоятся. И это, так сказать, гениальный вывод, который неизбежно, неизбежно осуществляется, и он себя подтвердил. Прошла социалистическая революция, и сначала во Франции, Парижская коммуна, Великое Октябрьское социалистическое революции, построение социализма в СССР, создание социалистической системы, социалистическая революция на Кубе, во Вьетнаме, в Китае и так далее. И сейчас у нас многие страны, не очень маленькие, такие как Китай, Вьетнам, Корея Северная, Куба, находятся в переходном периоде от капитализма к социализму. Переходный период – это тоже период классовой борьбы, очень сложный, хотя и период социализма – это тоже период классовой борьбы. Это очень сложный период, когда существуют, собственно, противоположные уклады и борются друг с другом, и весь вопрос в том, какой уклад возьмет вверх. Какой уклад возьмет вверх, в какой конкретно стране – это вопрос, а то, что рано или поздно вверх возьмет наиболее прогрессивный уклад, коммунистический, это не вопрос. Так что вот эта уверенность в поверье к коммунизму, она вырастает не из догадки или не из мечты, она вырастает из исследования современного капиталистического общества. Вот, так сказать, то, что сделал Маркс, и если мы следим за его, за диалектией, то есть за движением, которое есть в этой работе, за движением, это движение все больше и больше приобретает таких черт, из которых будет строиться новое общество. Как вот потом писал Ленин, что банки, почта, телеграф – это идеальная бухгалтерия нового общества. Меняется содержание, а вот эти старые формы используются для того, чтобы осуществлять социалистические цели. Спасибо за внимание. Переходим к вопросам. Пожалуйста. Какие вопросы? Алексей, вы в начале лекции упомянули такое понятие, как политэкономия социализма. Вот тут были какие-то труды до товарища Смирнова, или на чем он отзывчивается, и что из себя представляет? Ну, политэкономия социализма, конечно, есть. Это политэкономия коммунистического способа производства. Каждый способ производства требует свое изучение. Научное изучение основных законов коммунистического способа производства это политэкономия коммунизма. А изучение этих же законов на стадии низшей, в первой фазе коммунизма, это политэкономия социализма. Вот все люди, которые, так сказать, эти законы изучали, здесь присутствуют, по крайней мере, два, так сказать, человека, которые точно изучали. Вот и Виктор Иванович, кандидат экономической науки, и я экономической науки. Мы изучали политэкономию, изучали, и по мере силы развивали. И я могу, вот уже некоторые фамилии я называл, это и Геремин, это и Моисеенко, это и Долгов, это и Ельмеев. Вот, скажем, его книги Ельмеева, это вот, пожалуйста, берите, там самая настоящая, глубокая политэкономия, социализма и коммунизма. Василий Якович Ельмеев. Это воспроизводство общества и человека и политэкономия труда. Вот такая большая книга, которая мне передала уже его жена после смерти. У меня есть несколько штук, которые я для тех, кто хочет изучить, что такое, и понять, что такое политэкономия коммунизма, могу выдать. Еще вопросы? Главный закон, главный закон потребительной стоимости. Не главный, основной. А в каком году он был сформулирован? Основной, не главный. В каком году? Ну, вот он где-то был сформулирован в 70-х годах. То есть, до этого, можно сказать, что политэкономия и социализма подбирались люди? До этого, можно сказать, что политэкономия и социализма была сформулирована Лениным еще при разработке программы, когда в дискуссии с Плехановым, когда формулировалось, что основной, что, так сказать, целью социалистического производства является обеспечение полного благосостояния и свободного, всестороннего развития всей сферы общества. А то, что это закон, это еще подчеркивалось тем, что и во второй программе эта формулировка. И то, что, когда это выбросили в формулировку, у нас кувырком полетел социализм. Когда это было выброшено, в 22-м северной, прикручали. Так что, вот, это вот основополагающее положение политэкономии и социализма, которое мы восприняли еще, так сказать, с 1903 года. И, поскольку это самое главное, вообще, в понимании социализма, что все, что делается при социализме, делается не для обмена, и не для просто удовлетворения потребностей, которые еще и тресты могут дать, как писал Рейдин, а делается для обеспечения полного благосостояния, свободного, социального развития всех членов общества. И это будет делаться и на самых высших стадиях, то есть на высшей стадии коммунизма. Поэтому это вот такой краеугольный камень политэкономии был заложен, и вот те, кто эту линию продолжали, а таких у нас много было в нашей науке, и Хестин, это, я уже и Цеголова называл, и Сергеева мы говорили, и Еремина, Альберта Михайловича, вот. Так что, можно сказать, целая большая школа, которая эту линию проводила, но я бы сказал, что наиболее ярко это представлено работа Хельмеева, поскольку он вопрос экономии времени, экономии времени, превратил в вопрос как раз этого свободного, всестороннего развития. То есть у него потребительная стоимость меряется не тем, что вот это есть какой-то материальный благо, который вы можете съесть, а что всякое материальное благо, и всякое изменение в производстве он рассматривает с точки зрения экономии времени. И если каждое изменение в производстве экономит время, значит, каждое изменение дает возможность увеличить свободное время, а свободное время это время для свободного развития, это время, которое позволяет преодолеть социальное неравенство между людьми физического и людьми умственного труда. При одном условии, если не будут люди умственного труда, отбирать этого все освободившееся время тебе, а уменьшать просто количество работников или рабочих которые занимаются производства материальных благ к сожалению в послевоенные годы советский союз двигался по этому пути и поэтому у нас все остановилось продуктов становилось больше развития смысле обеспечения полного состояния свободного все стороны развития вот развитие все замедляло замедлялось остановился потом пошло спец и вопросы давайте с другим кому-то не возможно пожалуйста я вас правильно понял вы считаете что производство у нас не расширен на протяжении 93 года наше время совокупный капитал уменьшается нет она у нас можно сказать что она расширяется но никак не может расшириться до до уровня который был девяностом году то есть вся эта операция с этим капитализм если вот абстрагируется от всей политической от идеологических моментов они никак не могут выйти на тот уровень производства который был девяностом году никак не как не могут выйти не не просто потому что другая скажем при капитализме такая система буржуазный но там скажем соединенных штатах америка нет так сказать развиваться быстрее в той же самой быстрее отношению к россии как почему потому что у них 4 а у нас на этого года допустим развить это не развитие не развитие если мы что-то начинаем восстанавливать то что порушено это в общем под категорию развития не подпадать ничего такого развития никакого нет ну хорошо у нас были скажем ракеты у которой вода 10 голов но и голов а теперь 4 вот до развились до того что у нас 4 есть как же какое же это развитие это мы никак не можем выйти на тот уровень который был чего просто мне кажется это немного другого 2 вопрос так вы говорите что из капитала неизбежно следует что победит социалист да из капитала конкретно это следует из того что это следует из того что маркс показал что противоречие между общественным характером производства и частные формы присвоения все обостряется 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 ну и поскольку она обостряется то разрешится она может только одним путем что сказать приведется как как всегда и бывает приведением производственных отношений в соответствии с производительными силами то есть нынешние производительные силы требуют и общественного их использования то есть общественные собственности на средства производства чего не хватает для этого для этого не хватает того ну вот что маркс собирался написать в конце капитала, у него была теория классов. Но в других пробегиях он об этом пишет. Прямо и главное открытие Маркса и Энгельса было в том, что они сами говорили, и даже они, так сказать, гордились этим, что главное их открытие, что главное в нашем учении это учение о диктатуре пролетариата. И Ленин на этом делал главный акцент. То есть, конечно, само это противоречие, само по себе, экономическим путем не разрешается. И об этом же Ленин писал в империализме, как в высшей стадии. Вот Каутский думает, у него такая вот теория самопроизвольного краха капитализма. Нет, капитализм не упадет сам, пока его не уронят. Поэтому без революционной активности масс, без борьбы рабочего класса и без его партии, которая организовывает эту борьбу, это противоречие само разрешиться не может. Так, давайте перейдем к выступлениям. Спасибо. Лучше поспрашивать, чем давайте. Почему? Выступать надо. Товаров было много, но некачественных. У вас вопрос? Да. Какой? Я сказал, товаров было много, но некачественных. Спасибо. Это утверждение. Вопросы подавать. Да где же развитие? Получается, что от Ленина до этой группы товарищей, которых вы перечисляли в 70-х годах, в теории, получается, был некий правах. Но вот как раз с точки зрения практики, политика, действия экономических, наиболее успешные, были годы, скажем так, сталинские, а вот каких-то экономических фамилий там, мы практически не знаем или нет. Председатель Госплана, кто у нас был? Вознесенский. Вознесенский. Вознесенский, Николай Александрович. Он крупнейший экономист. У него вот такая книга. Он и теоретик был. И теоретик. В этой книге однозначно написано, закон стоимости является основным законом стихийного товарно-капиталистического хозяйства. У Николая Александровича Вознесенского. И потом мне было грустно читать его книгу «Военноэкономика». Это было уже написано, что после дискуссии в 50-х годах он успел написать сначала «Военной экономике». Уже были такие настроения, видимо, в верхах политических, что он написал, что закон стоимости. Поэтому вот примерно такая же с ним картина, как Ленин писал про Жулия Геда. «Товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жулия Геда, за исключением его изменок в 14-м году». Поэтому как-то вот это странно. Брат его был у нас ректором. Александром Алексеевича Вознесенского в нашем университете. Но он историком был. А вот Николай Вознесенский, крупная книга, очень хорошая, замечательная книга. Я бы очень ее рекомендовал Вознесенскому избранное произведение. То есть были и другие экономисты. Ну, я вот Цеголова назвал, он был заведующим кафедрой Московского государственного университета, и отдельно у него было… Позже позже. Позже, да. Ну, дело в том, что политэкономия, она не сразу возникла. Потому что были книги Бухарина, в книге Бухарина было уже тогда написано, что при капитализме, экономико-переходного периода, к переходному периоду что относилось, что при капитализме производится товар, а при социализме продукт. Ленин пишет в замечаниях на экономико-переходный период, это недостаточно. Надо написать продукт, идущий в употреблении не через рынок. И вот это, в полное собрание сочинений, при издании, при Хрущеве, не было включено. Это есть только в ленинском сборнике, в одиннадцатом и в сороковом, в двух даже. То есть люди там постарались, включили это ленинское высказывание. То есть однозначно было сказано, что это не то. То есть, в принципе, под назором Ленина выходила, то есть можно считать, что эта книга тоже относится к становлению политэкономии, социализма, экономико-переходного периода, но переходного. А, скажем, работа Ленина экономикой и политикой в эпоху диктатуры, это относится к политэкономии? Конечно, относится, безусловно. Поэтому, безусловно, основные такие ключевые вещи были Лениным заложены, и, в общем-то, они были подхвачены. И, надо сказать, в очень такой серьезной борьбе, начиная с, вот, уже после войны, в очень серьезной борьбе отстаивались. Потому что такая, можно сказать, официальная точка зрения была, скорее, в сторону товарности. А уж с 65-го года просто засилие было этих товарников. И которых мы, в общем, надо сказать, те люди, которые выступали за непосредственно общественное понимание социализма, разбили. До такой степени, что, вот, скажем, постоянно колеблющийся профессор Пешихонов, издал сначала сборник под названием «Социализм как товарное хозяйство». Следующий сборник – «Социализм как непосредственно общественное хозяйство». Или у нас был заведующий кафедрой ВПК Трифоров. Он обсуждал, вот, на первом обсуждении моей диссертации, он выступал и говорит, то, что наше производство имеет товарный характер, не подлежит никакому сомнению. Еще на следующем обсуждении, на котором выступают Мысенко, Ельмеев, Рященко, Котелкин, там еще целый ряд других, выступает Трифоров и говорит, то, что наше производство, а он всегда категорично выступал, носит непосредственно общественный характер, не подлежит никакому сомнению. Вот так. Чудеса? Еще вопросы есть? Да, есть. Диктор Иванович Ветель. Пожалуйста. По поводу того, что вы сказали, у нас ряд стран двигается от капитализма к социализму, находится в состоянии перехода на период. Все что? Вы говорили, что ряд стран у нас находится в состоянии движения от капитализма к социализму. Но если взять, например, то, что Китай... Как-то это вы странно сказали. Я сказал, что они находятся в переходном периоде от капитализма к социализму. Это более строгая формулировка, потому что началом переходного периода является социалистическая революция, а не просто какое-то движение. Движение к социализму имеется во всех капиталистических странах. А вот переходный период начинается с установления диктатуры пролетариата. В Китае установили диктатуру пролетариата, и в Корее северное установили диктатуру пролетариата, и во Вьетнаме установили, и на Кубе установили. Вот там, где установлено, там начинается переходный период. А там, где социалистическая ориентация, то это ориентация новой буржуазии на социалистические карманы. Идут потом к Брежневу и просят деньги. Это совсем другое. Вот в Китае, да? Да. Количество миллиардеров вообще в мире второе после США. И что? Как это соотносится с тем, что там? Так это соотносится. Там есть коммунистическая партия, которая контролирует. Контролирует коммунистический уклад. И есть миллиардеров, которые больше всех... Ну и людей там больше всех. Что у вас удивляет, что в той стране, в которой есть капитализм, капиталистический уклад, больше миллиардеров, чем в более маленькой стране США. Крактически миллиардеров могут быть членами коммунистической партии, если она коммунистическая. Это к вопросу об укладе не имеет никакого значения. Вот есть там коммунистический уклад. И, например, ни один экономический вопрос без партии не решается. Ни один. И, скажем, партийные комитеты на предприятиях решают вопросы, как у нас решали они в свое время и в Советском Союзе. И у нас парт-организации имели право контроля, как вы знаете. Потом выкинули это все из устава. И, скажем, если рабочие проголосовали, которых было большинство в парт-организациях, то и директора снимут. А потом это все убрали. Так вот в Китае, в этом смысле, в Коммунистической партии Китая удается это держать и время от времени отстреливать некоторых миллиардеров. Вы же знаете, что их взяточников там же расстреливают? Это да, но я знаю, что их не только там расстреливают. Да, но это не критерий коммунистичности. Это просто говорит о той острой борьбе, которая идет между коммунистическим укладом и капиталистическим. Если вы хотите сказать, что, возможно, победит уклад капиталистический, возможно. А как можно сказать, что их партия коммунистическая, если один из ее членов участвовал в эту прочую? А как можно сказать, что человек дурной или дурак? Дурак это человек или нет? Человек, но дурной. А дурной по Гегель это человек, который не соответствует своему понятию. Во многом Коммунистическая партия Китая не соответствует своему понятию. С другой стороны, Коммунистическая партия Китая, когда мы отказались от диктатуры пролетариата КПСС и поливали грязью Сталина, они выступили публично. Это было вот после 22-го съезда. Публично. Как-то так у вас странное понимание политических событий. Эти политические события развиваются в течение десятилетий. Так вот, той самой партией, которая выступила против решения 22-го съезда, была Коммунистическая партия Китая. И как только умер товарищ Суслов, который главным был, так сказать, ревизионистом, так сразу у нас с Китаем стали хорошие отношения. Вот так бывает. Один человек умер и все сразу наладилось. А вопрос об этом, а вот товарищи китайцы, к нам недавно приезжал товарищ оттуда, довольно высокопоставленные, они ничего этого не знают. И они о таких вещах как-то не очень говорят. Поэтому, то есть, там идет такое сползание в Коммунистической партии куда-то. И они говорят о рыночном социализме. И они повторяют вот то, что писали наши в 30-е, в 50-е годы, в 60-е. То есть, они берут этот самый ревизионизм отсюда, как и многое они взяли из России, из Советского Союза. А, скажем, хорошей работы до них не доходит. И мы вот это почувствовали, когда нас попросили представителей греческой Коммунистической партии. Вы дайте нам, можете нам книги подобрать? Мы смотрим, они подбирают книги только вот тех, которых, там, Абалкина, Либермана одного, Либермана другого, Петрахова. То есть, Кранрода, то есть, рыночников одних. А вот дать им книжки, которые стоят на другой позиции, ну, это была некоторая проблема. И туда мы направили целую группу товарищей, которые рассказали об этой совершенно другой позиции, которая присутствует в политэкономии и социализме. Я думаю, тем более, тут есть проблемы с языком. Я не думаю, что, скажем, одна моя книжка в Китае переведена, математика в политэкономии. Там ничего про товарное производство не говорится и про непосредственное общество. А просто туда, в идеологическую эту сферу, нам со своими работами очень сложно. Спасибо, достаточно. Вопросы, кто желает выступить? Надо понимать здесь, что Маркс пишет капитал, когда буржуазная экономическая наука достигла довольно высокого уровня развития. Маркс подытоживает ее развитие за 16-е, 17-е, 18-е и начало 19-го века. И есть у него специальная работа, метод политической экономии, где он и говорит, что сначала категории осмысляются отдельными экономистами на ранних стадиях, когда появляются сами феномены те или иные. Рынок, деньги, кооперация, мануфактура, фабрика и так далее и тому подобное. И зрелый мыслитель, он приходит уже к готовым категориям, он имеет перед собой готовые категории, за которыми стоит действительность. И он их, Маркс, на основе науки логики Гигеля, увидел связь этих категорий более глубокую и, конечно, создал такое выдающее, гениальное произведение. Так происходит из политэкономии и социализма, начиная с ленинских работ, где основные понятия, основные категории были уже освоены, сформулированы. Теперь, конкретные экономические школы, многие развивались до войны, там, Гастева, экономика труда, другие. И они осмыслили много категорий и понятий. И, скажем, экономисты 60-х, 70-х годов, как Василий Яковлевич Ельмеев, они уже имеют перед собой вот эти категории. И Василий Яковлевич Ельмеев, он нашел вот это вот основание, очень простое сейчас кажется, как вы раньше не видели, потребительную стоимость. И на этом основании переосмысливает связи между теми понятиями, которые вырабатывались предшествующими экономистам. Их, конечно, было много за 50-летнюю к тому времени историю развития Советского Союза и, соответственно, экономической мысли. И поэтому и произведение Ельмеева, оно не простое, оно тоже требует такой логической, дилектической подготовки. Почему? Потому что, скажем, у Маркса потребительная стоимость, она не очень разработана. Там в самых первых тут главах он ее вспоминает, показывает, как основу. И дальше она где-то там работает, но он ее уже, ей, собственно, не занимается. Вот. А у Василия Яковлевича она имеет уже другую роль, переосмысленную. И действительно, когда я вот прочитал его этот труд, удивился, что как это вот, скажем, я и многие другие не видели вот этой роли потребительной стоимости. Простой категории, абстрактной категории. А Василий Яковлевич не только увидел ее, и сумел обобщить на ее основе многие другие понятия советской и социалистической политэкономии. Хочу поблагодарить Михаила Васильевича. Очень интересная и полезная лекция. Что касается, так сказать, в самой логике Гегеля здесь у меня никаких личных претензий нету. Наоборот, есть чем учиться. А что касается перехода от логики Гегеля уже к оценкам сегодняшнего дня, здесь я не согласен. Не согласен в чем? Вы сказали, что плохой Чубайс, недоучка Гайдар и прочее, и прочее, значит, привели к тому, что у нас какой-то не такой капитализм, какой должен был бы быть, что мы отброшены, значит, на какую-то стакую, чуть ли не феодализм и прочее. И у нас не... Вы говорили это, по крайней мере, но на мой вопрос вы, конечно, не подтвердили, что у нас нет расширенного воспроизводства капитала. Но, тем не менее, в самом основном докладе вы это подчеркивали. Вот здесь я не согласен с этим, с этими оценками. Почему? Потому что мы были на более совершенной стадии общественного производства в социалистическое хозяйство. И когда мы перешли, значит, к этим методам, естественно, мы опустились в глубокую яму, да, которую мы воспринимаем как яму, потому что мы с какой-то вершины, так сказать, опустились туда. А с этой ямы за последние годы идет очень такое бодрое движение вперед. И если мы посмотрим на международном уровне, да, Россия уже начинает заявлять о своих интересах геополитических, геостратегических, начинает претендовать, значит, на переделы мира, на некие, так сказать, преференции с этого дележа и прочее. Мы видим эти обострения отношений, начиная сотесниться в том числе и США. То есть российский империализм никакой он не, так сказать, он окреп за это время. И очень быстро окреп. Это первое. Второе вы говорите, потому что если следовать вашей логике, то мы должны что делать сейчас? Мы должны, видимо, помогать хорошим, так сказать, капиталистам, которые понимают логику Гегеля, так сказать, капитал Маркса, устанавливать те правильные законы, которые установил, наменовязал неправильный Чубайс с Гайдаром и прочее. Вот, выходить на уровень, который бы позволил уже потом ставить вопрос, что делать дальше. Поэтому я считаю, что вот это неправильно, да, это отталкивает, отбрасывает нас назад, вот это неправильная оценка сегодняшней ситуации. А второе, это то, что вы говорите, что из капитала следует неизбежно, так сказать, социалистическая система хозяйствования. Она и так не следует с неизбежностью. Более того, я обращаю внимание на манифест коммунистической партии, где написано, буквально дословно следующее, либо гибель борющихся классов, либо революционное преобразование общества. То есть есть альтернатива. Вот эта система может развиваться и оставаться, если произойдет революция, будет установлена другая. Но это не факт, что она сама произойдет. Потому что в истории, исторически, может быть и другой исход, да, гибель всего человечества – это тоже возможный результат. Поэтому здесь вот этого оптимизма, так сказать, он может сыграть для нас отрицательную роль. Вместо того, чтобы мобилизовать силы на борьбу за выживание, так сказать, революционное преобразование общества, выживание человечества, мы можем благостно, так сказать, созерцать, как это будет возревать, само собой происходить. Вот это, я считаю, тоже неверный, так сказать, вывод. Спасибо. Ну, что-то насчет благостности я в докладе не услышал. Иван Михайлович, исследовал. Ну, а что, Степан, все законы общественного развития, они реализуются через волю людей. Иначе они не реализуются. Так что, поэтому здесь, конечно, все зависит от нас и от наших действий. А вот что касается русской буржуазии, вот если мы вспомним русскую буржуазию периода царизма, как ее характеризовали большевики, что она трусливая, непоследовательная, прячется за спину царизма. Почему она не реализовывала своей роли прогрессивной борьбы с самодержавием или в слабой степени ее реализовывала? Потому что, во-первых, она боярость царизма. Во-вторых, она видела в царизме защиту от рабочего краса. И вот если мы посмотрим сейчас на ситуацию, то мы увидим некую аналогию. С самого начала контрреволюционного переворота наша буржуазия, доморощенная возникшая из теневых производственников, уголовников и полууголовников из всякого рода махинаторов, она ориентировалась на Соединенные Штаты в первую очередь, ну и в целом на западные страны. И поэтому сейчас она не выполняет задачу развития России, а в силу вот этого своего стремления под крыло империализма, в первую очередь американского, во-первых, она боится этого империализма, она боится, что у нее отнимут какие-то активы за рубежом, она боится, что у нее отнимут элементарную недвижимость за рубежом. Она этого всего боится, что у нее вот этих передвигов, с одной стороны. С другой стороны, она именно в иностранном капитале, именно в НАТО, видит главного гаранта своего существования, главного защитника себя от трудящихся. Вот, поэтому здесь вот такая ситуация, что как и тогда, большевики должны взять на себя задачу не только борьбы с буржуазией, но и где-то вот помочь и решить задачи прогресса, потому что без прогресса общественного мы к коммунизму не придем. И вообще, если смотреть на перетягивание каната, вот куда движется общество, или оно движется вперед по пути прогресса, или оно движется назад по пути регресса. Если производство развивается, так без развития производства не будет никакого революционного движения. И мы прекрасно видим, что в результате уничтожения производства, В результате обнищания людей, это видно и на примере вот даже того же Политехнического университета, где я работаю, это видно на примере, скажем, Сетровецка, где уничтожили газовод Воскова, это видно на примере практически всех уничтоженных ленинградских предприятий, люди загнанные в нищету, люди оставшиеся без работы, они не идут делать революцию. Они в лучшем случае пойдут, не в лучшем случае даже, а в худшем, они будут топливом для какого-нибудь Майдана на американские деньги, где вот будут грани все, там да, Янукович, там конечно он негативный персонаж, но вот скинули Януковича. Вы, как говорится, как в том анекдоте, вы хотели Россию без Путина? Вот Украина, пожалуйста, вам, это самое. Вот, скажем, на Украине сожгли дачу богача, но когда там люди бедные сжигают дачу богача, вроде бы это следует позитивно воспринимать. Действительно, роскошная дача там, ну не роскошная, ну так, по крайней мере, по нашим меркам роскошная. А то, что этот богач, так сказать, председатель КПУ Симоненко, коммунист свой, в общем-то, и не самый страшный из богачей, человек, который, в общем-то, скорее все-таки прогрессивную линию, алицетлагает, вот его дачу сожгли, но это, так сказать, можно, так сказать, отнести к революционным подвигам? Или это все-таки фашисты бесятся и уничтожают даже то, что вот хотя бы частичный прогресс на себе несет? Вот это вот надо об этом думать и надо понимать, что, конечно же, социалистическая революция в России, она выросла как результат бурного развития капитализма в России. Если бы не было бурного развития капитализма в России, если бы не было постоянной тяги рабочих к обучению, не было бы бурного роста рабочего краса, соответственно, рабочих большевистских организаций, не было бы и социалистической революции. Спасибо, товарищи, за внимание, за положительную оценку сделанного моего доклада. Хочу поиментировать Степану Сергеевичу за оптимизм. Во-первых, первый том капитала кончается очень оптимистической мыслью о том, что бьет час капиталистической эксплуатации, экспроприаторов экспроприируют. И все движение, категории, закон движения капитализма, весь идет к тому, что обостряется, обостряется, обостряется это противоречие, что капитализм увеличивает армию рабочих, и эта армия рабочих имеет прямо противоположные интересы, это убедительно показано, остается только эти интересы осознать, и экспроприаторов экспроприировать. И той самой силой, которая поможет рабочему классу осознать, является коммунистическая партия, и поэтому коммунистический манифест является приложением, можно сказать, политическим приложением к капиталу Маркса. Поэтому, это во-первых. Во-вторых, странные вы были бы политики, если бы мы сказали, так, мы вот за прогресс, за коммунизм, но, возможно, у нас ничего не получится, вероятность очень мала, скорее всего, нас убьют, пойдемте за мной. Я думаю, такие вот вожди, они, так сказать, разгоняют вообще революционеров, поэтому я вот вам бы посоветовал, так сказать, эту позицию занять скорее, может быть, там даже, может, чрезмерный оптимизм, но лучше немножко чрезмерного оптимизма, чем чрезмерный пессимизм в нашем с вами положении, потому что вера в победу есть фактор победы. Вот Ленин это многократно подчеркнул. Если мы сами не верим в свою победу, это во-первых. Во-вторых, фактором нашей победы является даже и развитие капитализма. Почему? Потому что той силой, которую мы должны организовать и направить на создание националистического революции, так является рабочий класс. А кто? Мы создаем рабочий класс? Нет. Рабочий класс создают капиталисты. Они что делают? Они лишают всех собственности, делают их совершенно свободными, в том числе от жизненных средств, и направляют на заводы. Создают как своего могильщика. Создают своего могильщика. То есть это Маркс показал блестяще, что рабочий, если капитализм развивается. И вот мы видим, на фоне вот этого основного закона движения капитализма, мы смотрим, что происходит в России. А в России происходит. Вот посмотрите, что происходит. Я хочу обратить ваше внимание, сейчас плачут наши либералы. Ой, капиталы нас покидали. А раньше они кого покидали? А раньше они покидали Соединенные Штаты Америки до этого. Вы не обращайте внимания на то, что у нас капиталы немецкие, французские, итальянские. Вот Аллегра это, франко-итальянские. Этот самый ВАЗ, франко-японский. Сапсан немецкий на 30 лет договор со всем обслуживанием. Все там, все люди, которые занимались трансформаторами, сетями, железнодорожными, электрическими, все они не нужны. Все это долой. И делается конкурс на метро в Москве. Тысяча вагонов. Польша. И так далее, и так далее. То есть, то, что во всем мире сейчас империализм, вот это совершенно точное положение. Это вот надо подчеркивать, что нет такой сейчас страны, нет таких племен, которые живут не при империализме. При империализме живет весь мир. Но Ленин-то понимал, как, что это ограбление кучкой стран, крупнейших империалистических держав остального мира. Пока, пока, вот можно сказать, что пытается наша буржуазия, надо сказать, занять самостоятельную позицию, которую ей нужно занять, имея в виду, что там она отвезла деньги уже в Америку, свои под 2%, только дураки капиталисты так делают, под 2%. И ограбить Украину. А? И ограбить Украину. Да. То есть, когда к нам все ввозят капитал, что такое? Это же вывоз капитала. Куда вывозят капитал? Это империалистические державы ввозят капитал в отсталые страны. Пока Россия совершенно правильно вместе с этими странами БРИКС в одной компании сидит. Поэтому это те страны, которые хотят выбиться и занять какую-то самостоятельную позицию, чтобы их так не грабили крупнейшие империалистические державы. Пока нас грабят. Поэтому, когда начинают рассуждать насчет нашего империализма, у нас и банков нет по-человечески. Потому что, если бы у нас ставка процента, что можно сделать завтра? Завтра раз, и делайте 1%. Тогда бы эти, как говорится, сволочи, коммерческие банки набавили бы... Кто? Президент. Президент, потому что у нас это все определяется. Президентская страна. Ставку ФРС определяет... Да и ФРС. Ставку процента. Ну, проблема. Ну, есть Единая Россия, проголосует, не беспокойтесь. Все у нас. Голоса у них есть. Нет, вся эта демократия делается в один момент. Жириновский будет говорить, что только так. А КСБАн кому подчиняется? Государству все подчиняются правительству. Центробанк. У нас не Америка. В Америке тоже подчиняются. Не беспокойтесь. А это не частный разве у нас? Нет, конечно. Ну, что вы говорите. Центробанк. Банк России он называется. Как он? Частный государственный, конечно. А кто поставил Ибиулину? Не знаете? Ну, кто ее поставил? А Игнать его перед этим. Да. Президент. Так что, в один момент можно сделать 1%. Банки наши накинут свои 10. И будет? 11. Под 11. Им надо сказать. А банкам можно накидывать не больше 5. Будет 6. Вот если 6, а прибыль средняя в России и в мире какая? Иван Сергеевич, она 10-15%. Всегда. 10-15%. То есть, если 10% прибыль, нормы прибыли, и 6% надо отдавать, тогда 4% это будет оставшаяся прибыль. Можно еще жить. А при том положении, которое сейчас есть, они еще какую-то ерунду говорят. Вроде того, что мы должны смотреть на инфляцию. Что на нее смотреть? Вы сами ее организовываете. Что на нее смотреть? То есть, вот куда надо смотреть. Ведь надо же накапливать. У нас что-нибудь накапливается? Вы слышали, чтобы у нас какой-то капиталист значительную часть прибыли отправил на расширение производства? Я не слышал. Не знаю. Вы слышали, Александр Сергеевич? Я не знаю таких заводов. Не знаю таких капиталистов. Я знаю, что Дерипаска, который считается крупным финансистом, олигархом, чуть ли не империалистом, что он сделал? Он купил самый плохой в Америке автомобиль. Самый плохой. Крайслер. И уничтожили, так сказать, линию по производству Волги, которую надо было модернизировать и развивать. И создали там что? Пустое место. Уничтожили конкурента. У нас компрадорская буржуазия до последнего времени плала правилом бал. А компрадорская буржуазия – это буржуазия, которая прибыль имеет не от развития своего производства, а от уничтожения. Они ищут иностранных агентов, видите ли, в лице всяких коммерческих организаций. Там действительно много иностранных агентов оплачиваемых. Но у нас основная часть буржуазии, которая считается крупной, и есть те самые иностранные агенты. Они-то и не дают нам самостоятельно существовать. Какое же у нас есть развитие? Возьмите вы Светлану. 40 тысяч там было человек. Где эта Светлана? Возьмите завод Свердлова. Где этот завод Свердлова? Где завод Россия, который был напротив Смольна? Тю-тю. Где завод Ильича? Тут я недавно выхожу на Белоостровский Смоль, огромное здание написано. Золотом Ильич. Думаю, надо же, возродили. Ах, это бизнес-цепер. Потрясающе. И вот, а если есть предприятия, они в 10 раз сократили. То есть, конечно, если это капиталисты, то это дураки. То есть, дурные капиталисты, не соответствующие самому понятию. То есть, капиталист, который развивает производство, он нам классовый враг. Но он, как классовый враг, все равно вынужден, иначе нам бы не совершить социалистическую революцию, он вынужден готовить своего могильщика. Потому что он создает производство, крупный коллектив. Вы же знаете судьбу своего предприятия. Там убывает коллектив или пребывает? Вот наши товарищи разносят газеты. Видят, уже с понурым видом берут эти газеты. Убывает коллектив. А он убывает и убывает. Убывает и убывает. Хотя есть некоторые всплески. Там вот на Буховском заводе появились какие-то ростки. И это очень редко. Очень редко. И теперь даже те предприятия, вот завод имени Хруничева в Москве, который на ладо вообще дышал, а который вообще занимается космосом и занимается, так сказать, ракетным производством, вот тут решили, тут как-то надо думать, как его вывести из долгов. А как он в долгах-то оказался? Как в долгах? Он государственные предприятия, все в долгах. Ну понятно, потому что посмотрите, какие они имеют зарплаты. Бешеные просто. У нас ректора имеет зарплаты, ректор политикнического, 11 миллионов. Сколько можно содержать доцентов? 20 доцентов можно содержать на эту сумму. 11 миллионов в год. Кропычев 37. Это не ваш ректор. То есть, пил во время чумы. То есть, растаскивают, они как раньше растаскивали, и сейчас растаскивают. И сейчас, как вы думаете, в оборонку, там что-то идет, может, в дело, а что-то идет опять в карман. И всем же известно, что идут эти откаты. И на каком уровне. Поэтому, я думаю, что пока, 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 Россия, так сказать, вполне империалистической страной, вполне, нельзя считать. Она, конечно, империалистическая, то есть, она уже успела кое-где тоже вывести капитал. Вот даже и в Америку, сейчас закрывает. Успела, закрывает нам эти предприятия. Что-то в Украине, на Украине имеет, да. Она туда вывезла. Поэтому она вот подпадает под это определение. Она выводит капитал. То есть, нас грабит, да, надо. 15 миллиардов. Но, но, в основном она объект грабежа. Причем, этот грабеж совершенно идет, так сказать, откровенный. И участвуют в этом грабеже наши же руководства буржуазные. Потому что, вот то, что я рассказывал, это же решение государственное. Давайте, что только не обсуждают. Ну, нет никакого накопления капитала. Нет никакого накопления. Нету. А есть проедание капитала российского. Вот беда. Поэтому, как и раньше было, вот Ленин говорил, что Россия страдает от духа, от капитализма и от его недостаточного развития. И мы страдаем, сейчас, тоже, от сразу от двух. И от империализма. И от недостаточного развития капитализма. Потому что он как раз того, что составляет, так сказать, ну, некую историческую позитивную сторону капитализма, что он создает крупное машинное производство, усиливает общественный характер производства, развивает производство. Вот по этой части ничего у них не получается. А по расстаскиванию, ну, конечно, если сделать неравенство 32 между 10% самых богатых и 10% самых бедных, тогда, когда в Америке 9, когда в Европе 5-7, когда в Скандинавии 3-5, когда вот такой вот перепад, то, понятно, люди в проголоде, так сказать, не могут, не знают, что им есть. А в это время там Дума повышает себе и президента, и повышает зарплату. Она до прошлого года имела 150 каждый Думец, а теперь 250. Ну, и тяжелая работа. А правительство имеет 580 тысяч. Вот если у вас было 580 тысяч, вы бы думали, как вам было бы тяжело. Вы не знаете, куда и где есть, как их сохранить, не награбят ли вас, когда пойдете отсюда и так далее. Это же ужас вообще. 580 тысяч получают члены правительства. Это официально получают. А кроме этого, то, что делается, когда печатается декларация, это, так сказать, для людей несведущих. Говорят, вот у нас тут машина, вот у нас квартира, вот у нас тут акции. Акции не показываются. Если у вас 4 миллиарда долларов оценка вашего капитала, это ни в каких бумагах в декларациях не фигурирует. Обратите внимание. И платят они с доходов на акции 9%, а не 13%, как все, кто получает зарплату. Так что у нас не плоская система налогообложения, а у нас регрессивная. Больше нигде в мире этого нет. Что это за такая капиталистическая страна? Ну, нет таких капиталистических стран. В Америке 33%, в Англии, там, в Австралии 50%, во Франции 56,8% высоких доходов. А если у вас умирает капиталист, то 90% государство забирает, а 10% дети могут размотать. А у нас? А у нас? У нас, конечно, дети размотают все. Поэтому у нас даже и приемств нет никакой капиталистической. Так что, ну, к сожалению, вот имеем вот такой. Потому что капиталистiker после социализма – это реакционный струй. Реакционный. И он, так сказать, не выглядит так, как выглядел капиталистiker после феодализма, конечно. И люди не те. И, так сказать, и действия не те. Потому что сидят реакционеры. Вроде бы надо им что-то развивать, а они умеют только воровать. Ну, как вот воры могут что-то создать? Вот это люди, которые воры, которые умеют только двигать и растаскивать. Вот как они могут что-то создавать? Вот это беда России на сегодняшний день. Поэтому она никак не может встать с колен, они на коленях все и стоят перед Западом. Спасибо. Спасибо, Владимир Васильевич. Благодарим за следующий день. Следующее занятие в четверг через неделю. Может, мы попозже, Виктор Ракадьевич, а вы в следующий четверг смотрите? Если у вас там проблемы... Я не помню самое число, то в следующий четверг. Следующее? Девятая. Девятая. Если вы шестнадцатого не можете, может, у девятого тогда. А Иван Михайлович, как? Я боюсь сказать. У меня одиннадцатого у сына свадьба, понимаешь? Поэтому что там с гостями проще будет, пока трудно. Ну, посмотрим. Давай, тогда Иван Михайлович, доцент Герасимов, следующее занятие проводит. Спасибо. Продолжение следует...